Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала открытие в Баку парка военных трофеев и выставление манекенов армянских солдат. По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает, что в практических делах стороны конфликта будут стремиться к шагам, направленным на нормализацию отношений, а не на создание новых разделительных линий. Она напомнила, что была заплачена огромная цена – человеческие жизни. Нужно использовать этот момент для созидательной мирной жизни, а не для еще большего усугубления ситуации. Несмотря на заключенное при посредничестве России перемирие, Азербайджан продолжает удерживаться в плену не только военных, но и гражданских лиц, в частности, пожилых супругов Афтанделяна, одному 85, другому 75 лет, которые, поверив перемирию, возвращались в родное село Варцахи на такси и были взяты в плен. Более того, в Азербайджане открыли парк, где глумятся над манекенами армянских солдат и казками погибших. Как относится Медроссия к таким действиям Баку и как могут такие действия повлиять на мирный процесс? Не грядят ли они миротворческой роли России? Поднимала ли Москва в рамках различных контактов с официальным Баку вопрос так называемого парка, представляющего собой нечто иное, как фашистский спектакль? Вы знаете, Россия предпринимает энергичные посреднические усилия для устранения одного из наиболее сильных раздражителей в отношениях Баку и Еревана. Мы выступаем за решение проблемы военнопленных по формуле обмена всех на всех, как вы знаете. И такой шаг действительно создал бы благоприятную атмосферу для продвижения вперед по целому ряду по-настоящему важных вопросов. Что касается парка, то мы рассчитываем, что в практических делах Баку и Ереван будут стремиться к шагам, которые направлены и будут направлены на нормализацию отношений, а не на создание новых разделительных линий. Вы знаете, не то что кажется, а в общем это факт, такая цена была заплачена. Огромная цена жизни людей этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежду на будущее, нужно воспользоваться в мирных целях, в созидательных целях, а не использовать этот момент для еще большей, еще большего усугубления ситуации, чем было это ранее. Не создавать разделительные линии, не создавать новых раздражителей. Да, это сложно, особенно после вооруженного конфликта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!